Глава вторая На Эльдорас уже потихоньку опускался мягкий вечерний полумрак, когда Эллендил, Кули или Дракон подходили к королевскому замку. На улицах, несмотря на столь поздний час, было много народу. Все обсуждали недавнее происшествие и в страхе распространяли панику от дома к дому. Замок же излучал ледяное спокойствие, олицетворяя плод надежности и крепкости духа королевства людей, увековеченного со времен битвы за столицу. Дракон хорошо помнил те страшные дни, как стены этого великого города сотрясались от ядер катапульт, как улицы были объяты пламенем пожаров, как кровь десятков защитников обогрела величественные непокорные стены. В тот самый день, совместно с флагами королевства людей, на флагштоках висели также штандарты урочевого королевства, княжества эльфов и королевства гномов, что свидетельствовало о том, что совет был в самом разгаре. «А как мы пройдем внутрь?» спросил Эллендил. «Нас же просто не пустят на совет! Там ведь только короли сидят! Думаю, у них найдется место для того, кто фактически способствовал рождению союза!» уверенно сказал дракон. «Не бойтесь, все будет в порядке!» Путь до замка пролетел незаметно. Оставалось лишь пройти сквозь широкие ворота. Но на полпути к цели наши герои были остановлены стражниками. Не успел Кулель подойти на несколько шагов, как тут же копье, облаченного в прочные доспехи королевского стражника, остановило его. «Стоять! По сторонним лицам! По приказу его величества! Вход воспрещен!» Пробасил капитан охраны и преградил путь нашим героям длинным копьем. Второй стражник поспешил сделать то же самое. «При всем уважении, я не посторонний!» Ответил дракон. «Я и мои друзья свидетели сегодняшнего происшествия, поэтому величеству и его союзникам будет интересно узнать наше мнение». «Ха! Ха-ха! Ну-ну-ну-ну-ну!» Ухмыльнулся стражник. «Важные лица!» «Да! Я хранитель добра!» Уверенно ответил дракон. «Мне кажется, мое мнение будет полезным». «Ха! Гляди-ка!» Усмехнулся другой стражник. «Что ты нам голову морочишь? Хранитель добра! Дракон! Он не появлялся уже несколько десятков лет! Если ты хранитель добра, то я болотная лягушка! Засмеялся было первой, но в ту же секунду смех застрял в его горле. Двое солдат обомлели. Перед ними стоял трехметровый ледяной дракон, довольно скрестив лапы на груди. Стражники застыли от удивления. «Что ж ты не квакаешь?» Спросил дракон. «Язык проглотил?» «Виноваты ваше добродетельство! Не признали!» Дрожащим голосом пропомотал стражник, отступив в сторону. «Мы милости просим!» «Ничего», — ответил дракон. «Все бывает. Только в следующий раз готовьтесь к совету тщательнее, узнавая списки советников заранее». Затем он улыбнулся и гордо пошел вперед. За ним следом последовали Кулель и Эллендил, гордо выпрямив спину. Путь наших героев лежал к залу заседаний на пятом этаже замка. Минуя один коридор за другим, они созерцали великолепные произведения искусства, от строгого и каноничного классицизма до вычурного и причудливого барокко. Ковровая дорожка, сшитая из шерсти барсука, была уложена по мраморному полу. Всюду стояла стража, которая в любой момент готова была защитить членов совета. Все они с почтением кланялись хранителю добра, с удивлением наблюдая за живой легендой диноземья, еле сдерживая себя, чтобы не заговорить с ним. Все это несколько напрягало Кулель и Эллендила, которые, отродясь, не бывали в столь роскошных местах. Оба чувствовали себя, словно в сказке. Наконец, наши герои с облегчением увидели дверь в тронный зал. «Последний этаж!» – подумал Кулель. Эллендил, Кулель и дракон вышли в длинный коридор, в конце которого красовались роскошные дубовые двери в зал заседаний. По голосам из зала было слышно, что заседание уже шло в самом разгаре, и вот-вот готово было превратиться в скандал. Когда, наконец, путь до двери был преодолен, дракон сказал. «Так, вот мы и на месте. Волнуетесь?» «Ха, еще бы!» – ответил Кулель. «Я первый раз в королевском замке. Тут так красиво. Никогда не думал, что смогу попасть сюда». «Знаете, мне как-то неловко», – промямлил Эллендил, потупив взгляд в пол. «Я налог за участок еще не заплатил. А тут князь. Уф!» «Что я скажу ему? Он ведь все знает!» «Как ему в глаза смотреть буду?» «Налоги – самое меньшее, что их сейчас волнует. Поверь мне». Успокоил эльфа-дракон. «Просто идите за мной. Не бойтесь, они не кусаются. Просто не сболтните лишнего. Будете как свидетель». Друзья кивнули. Дракон собрался с духом и открыл двери в зал заседаний. В тот момент он усомнился в своем предположении об отсутствии зубов у членов Совета, ибо вместо цивилизованной беседы, характерной для такого уровня заседаний, он увидел драку в трактире на праздник трех богов. Эльфийский князь спокойно пытался образумить орочего вождя, который был явно чем-то недоволен, осыпая луминеля такими ругательствами, от которых у Эллендила уши сворачивались в трубочку. Его величество Тенгарон пребывал в относительном спокойствии и даже пытался успокоить собравшихся. Однако по его отчаявшемуся виду и частым вздохам было понятно, что все его усилия были напрасными. Кулиль и Эллендил с выпученными глазами созерцали побоище, сопровождаемое оскорблениями и криками. «И что, так всегда?» Шепотом спросил дракона Кулиль. «Поверь, раньше было намного хуже», ответил тот, облокотившись на дверь. «Раньше они вообще друг друга видеть не могли. Даже видеть пытались. Ни о каком союзе речи не шло. Так, что ж, надо действовать». Дракон прокашлялся и уверенно пошел вперед. «Ваше высочество, разрешите войти!» Наступила тишина. Все обернулись на наших героев. Несколько секунд никто не решался заговорить. Все члены совета остолбенели. Первым отозвался правитель людей, его величество Тенгарон, сын отважного короля Пендрагона. Став с трона, он обратился к дракону. «Пятьдесят лет мы ждали вашего прибытия. Ждали, когда вы вернетесь. Мой отец говорил, что вы явитесь в час нужды, в час, когда отчаяние наше сердца поразит. И он не ошибся». Тенгарон положил руку на сердце и преклонил колено. Остальные участники совета последовали его примеру. «Мы рады, что вы посетили наш совет, ибо новое бедствие нависло над нашими душами. Станьте, ваше высочество, не стоит формальности», сказал дракон, пройдя вглубь зала. «Для меня было честью сражаться с вами и вашим отцом на гильтарийских равнинах. Я лишь хранитель мира на этой земле и никто более. Я видел чудовище, которое напало на нас на арене. Эта тварь явно не из нашего мира». «Тоже это?» спросил король Гнулов. «Это был страж Тартера», объяснил дракон. «Сам Цербер был выпущен в наш мир. Он предвестник несчастья, и неслыханных бедствий. Вестник конца времен, воплощение гнева богов». «Все члены совета ахнули. Все хуже, чем мы думали», сокрушенно сказал князь Луминель. «Что ж, хранитель добра, мы готовы выслужить твое мнение», сказал орочий вождь. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю поговорить с богами и разузнать, чего они от нас хотят. Так мы избежим бессмысленных жертв. Они все равно не станут нас слушать», сказал Ультер. «Мы лишь грязь у них под ногтями, но мы должны что-то предпринять», сказал Тангарон. «Нам нужно поговорить с ними и узнать их волю. Каким образом? Мы же не умеем их вызывать», сказал эльфийский князь. «А вам и не придется», послышался чей-то замогильный мертвый голос. В зале вдруг стало очень холодно. Свет от факелов потускнел, а собравшиеся почувствовали, как в воздухе запахло смертью. Все обернулись и застыли от ужаса. Перед ними стоял костлявый старец с густой седой бородой, свисавшей до груди. Его безжизненные серые глаза не отражали ничего, кроме пустоты. Одет он был в длинный черный балахон, свисавший до самого пола. Старец спокойно осмотрелся по сторонам и направился прямо к столу переговоров. Никто не решался вымолвить и слово. Всех участников совета объял животный ужас. «Кто ты?» спросил урочий вождь, первым спрятав страх в глубину своей отважной души. «Зачем ты явился на наш совет?» ухмыльнул Саид, подойдя ближе к урочему вождю. «Я чувствую страх в твоем голосе. Фобос выполняет свою работу на славу. Мои братья всегда поощряли ваше любопытство, поэтому я не откажусь ответить на твой вопрос. Я тот, кто вынужден выполнять самую тягостную работу. Тот, кому не досталось того самого лакомого кусочка любви, в отличие от моих двух братьев, которые только купаются в лучах славы, погрех брат сортирует мертвичину». Аид... пропромотал Эллендил. «Хм... А я уж думал, вы не догадаетесь», сказал Аид своим замогильным голосом с долей сарказма. «Вы сообразительнее, чем я думал. Не в обиду будет сказано нашему почетному гостю». Аид посмотрел на Хранителя Добра. Тот лишь отвел взгляд. «Итак, зачем же я, великий бог подземного царства, решил посетить этот прогнивший мир лжи и войн? По правде сказать, мы с братьями решили, что слишком вы же стали заносчивыми, перестали бояться, поклоняться нам. Почему же вы были столь неблагодарны? Вы же помните, что вы лишь плевок нашей милости». «Да как ты смеешь нас унижать?» Воскликнул Луминель. «Если ты не прекратишь, мы...» В этот момент Аид улыбнулся и возник прямо перед князем, уставившись в перепуганные глаза. Эльф смолк. Он не мог пошевелить ни одним мускулом в своем теле. Страх охватил его с головы до ног. «А ты, я вижу, смелый, раз посмел перечить самому богу подземного царства», спокойно сказал Аид, взяв князя за горло. «Сколько же отпущено времени эльфам? Сто? Сто двадцать лет? Я предлагаю сократить годы твоей никчемной жизни. Стой!» Прервал Аида чей-то голос. Он отпустил эльфа и с интересом повернул голову туда, откуда донесся голос, чтобы увидеть смельчака, дерзко прервавшего сладкую месть. Перед ним стоял дракон, решительно намереваясь помешать ему довершить начатое. «Хо-хо! Ах, да! Конечно! Про тебя-то я и забыл! В те времена мне пришло очень много душ. А в этом как-то маловато. Маловато. Может, потому что вы, ваше благодетельство, искоренили все болезни и прекратили все войны и внутренние конфликты? Хм... Танатас и Арес были очень недовольны таким положением тела. Ох, поверь мне, когда начнется апокалипсис! Аид! Громогласный возглас неожиданно прервал монолог бога подземного царства. Аид медленно и нехотя обернулся, отпустив князя Луминеля. Перед ним стояли Зевс и Посейдон. «А-а-а! Это вы, братья мои!» Продушно поприветствовал двух богов Аид. «По какой причине вы прервали мой столь важный ритуал расправлен над этими презренными смертными? Мы бы хотели выдвинуть наши условия!» Ответил Посейдон. «Мы пришли сюда не наводить преждевременный хаос, а как можно яснее выразить наше недовольство, Аид!» «Я тебя понял, брат!» С явным недовольством сказал Аид. «С моей стороны было неправильным начинать диалог столь резко!» Прошу продолжать. «Итак, разумные существа этого мира!» Обратился к находившимся в зале Зевс. «Мы пришли к вам, чтобы сказать, настало время великой расплаты. За все наши дары и блага вы ответили пренебрежением и надвенностью. Кара за ваше неповиновение и неуважение будет страшна. Вас ждет судный день!» «Но молитвы в храмах проводились каждый день!» Уверял Зевс Этенгарон. «Мы всегда были верны вам!» «Ложь!» Грозно сказал Зевс. Казалось, будто в зале раздались раскаты грома. «За последние два года мы не услышали ни одной молитвы!» «Это было все, что мы просили!» «Но даже это оказалось вам не под силу!» «Вас ждет заслуженное наказание за дерзость!» «Но погибнут те, кого вы так любите!» «Те, от кого вы получаете силу!» «Вмешался дракон, пытаясь образумить богов!» «Наш мир населяет достойные последователи вашей воли!» «Те, кто показывал чуть из-за доблести и отваги, сострадания и милосердия!» «Десятки лет назад я видел людей, которые сражались за идеалы этого мира, за добро, за веру в вас!» «Преклоняясь перед вами, я прошу дать нам всем шанс исправиться и показать, что мы достойны жить в этом мире и нести вашу волю через века!» «Что ж, дракон, ответил Зевс, «Я выслушал тебя! Что скажете, братья мои? Мы должны им дать шанс, брат!» ответил Посейдон, «Мы все совершали ошибки, даже на пике нашего могущества, им еще многому предстоит научиться. Что ж, жители Единоземья, удачи сегодня на вашей стороне!» сказал Зевс. «Ваше спасение зависит от того, выполните ли вы наше задание. Что мы должны сделать?» спросил Кулиэль. «Вы должны найти три артефакта, которые спрятаны в междумирье. Трюйзубец Посейдона, молнию Зевса и глаз самого страха, Фобоса, сына Ореса. С последним справиться не удавалось еще никому. Но я верю, что вам это удастся сделать, ибо это ваш единственный шанс на спасение». «Как нам до них добраться?» спросил Эллиндил. «Мы ведь простые смертные». «Как только наступит ночь, грузитесь на корабли и плывите по дорожке, проложенной по морю луной», сказал Посейдон. «По пути вам будут встречаться множество опасностей, те вещи, от которых страх завладеет вашими сердцами. Будьте бдительны и осторожны». «Спасибо вам за подсказку, о великие», отблагодарил богов дракон. «Через десять дней на рассвете вы должны достигнуть гавани Эльдораса», сказал Аид. «Иначе ваш мир падет». «Мы постараемся вернуться вовремя», сказал Эллиндил. «Торопитесь, ибо время не на вашей стороне», сказал Зевс, и вместе со своими братьями испарился из зала. Все участники совета остолбенели. Несколько минут все сидели и обдумали сказанное. У всех без исключения промелькнула мысль «Неужели это конец?» Первым нарушил атмосферу безысходности Тангарон. «Что ж, друзья мои, мудрые правители единоземья, боги, подарили нам шанс остаться в этом мире и спасти себя от кары небесной. Как же поступить нам?» «Предлагаю отправить от каждого государства по кораблю. Мы совместим все достоинства наших народов и будем дополнять друг друга». Предложил Грышнак четвертый. «Мой отец сделал бы именно так. Когда-то мы вместе одолели врага на равнинах Кильтера. Сейчас же лишь единство может нас спасти». «Верно», согласился Гном. «Нужно отобрать лучших из лучших, мастеров корабельного дела, превосходных воинов, отважных и смелых, просоленных морских волков. Нужны крепкие корабли, способные вынести шторма, бури и натиски морских чудовищ, что будут ждать наших моряков в пути. Все верно вы говорите, друзья», сказал Дангарон. «Я думаю, что хранитель добра и два его спутника отправятся обязательно. нам нужны те, на кого мы сможем положиться. Их я вижу в этой замечательной троице. Будем рады послужить на благо мира, Ваше Величество», сказал дракон, уважительно поклонившись. «Что обречены на погибель? Мы не подведем вас, Ваше Величество, как и вашего отца не подвели», сказал дракон. «Ступайте, и да благоволит вам удача». «Ха, как же она нам не помешает, Ваше Величество», сказал дракон. «Но если мы отправимся в море, мы не сможем далеко уйти, так как нам нужен опытный капитан. позвольте, выскажусь», сказал Кулиэль. «Будучи ребенком, я каждый день выходил в море, чтобы помочь отцу. Имея должный опыт, я с честью и удовольствием поведу эскадру. Он прав», сказал Эллендил. «Я ручаюсь за него». «Ну что ж, Кулиэль, тебе выпало... Ну что ж, Кулиэль, тебе выпала великая честь вести эскадру спасения. На тебе лежит огромная ответственность за наше будущее. Готов ли ты разделить с хранителем добра эту ношу в столь непростое время? Мой отец отдал лучшие годы своей жизни, чтобы мы с братом жили без бед и не знали никаких несчастья за всю нашу жизнь», сказал Кулиэль. «Перед смертью он сказал мне, что он бы хотел, чтобы я участвовал в поддержании мира и помогал хранителю добра во всех его делах. Почему же я, сын великого воина и защитника, должен отступить и опозорить честь моего отца? так так быть, Кулиэль, сын Эзраэля Кильтерийского. Если ты действительно хочешь помочь хранителю добра в его непростом деле, мы не станем перечить», сказал Тенгарон. «Но только если хранитель добра не будет против. Эзраэль был хорошим воином и верным товарищем, на которого я всегда мог положиться», сказал Дракон. «Надеюсь, что в этот раз и сын его не подведет нас всех в этой важной миссии. Кулиэль, мы назначаем тебя капитаном объединенной эскадры. Почту за честь!» С нескрываемой гордостью сказал Кулиэль. «Я уверен, он справится», сказал Дракон. Затем, встав рядом с троном короля, он обратился ко всем собравшимся. «Друзья, завтра, как только скроется солнце, мы спустим паруса и отправимся навстречу неизведанному. Нас может ждать всякое, но я верю в наш общий успех и в то, что вы не позволите опозорить себя и подвиг своих предков в такие трудные времена. Возьмите с собой провизию, оружие, напичкайте корабли всем, что может быть полезным. Путь обещает быть долгим и опасным, поэтому не хотелось бы умереть в первый же день, валяясь на палубе в сутрогах. Возьмите побольше лимонов, так как без их сока после десятка дней ваши зубы будут осыпаться словно осенние листья с деревьев. Пресной воды должно быть вдоволь. Завтра мы отчаливаем к нашему спасению. до кромогласно прозвучало в зале совета. После этого все встали из-за стола и направились к своим городам, чтобы начать собирать столь рискованную и опасную экспедицию. прозвучало